Дверь отворилась, и вошла Наташа. Она несла в руках свою шляпку и, войдя, положила ее на фортепиано. Потом подошла ко мне и молча протянула мне руку. Губы ее слегка пошевелились. Она как будто хотела мне что-то сказать, какое-то приветствие, но ничего не сказала. Три недели, как мы не виделись. Я глядел на нее с недоумением и страхом. Как переменилась она в три недели. Сердце мое защемило тоской, когда я разглядел эти впалые бледные щеки, губы, запекшиеся, как в лихорадке, и глаза, сверкавшие из-под длинных темных ресниц с горячечным огнем и какой-то страстной решимостью. Но, Боже, как она была прекрасна! Никогда, ни прежде, ни после не видал я ее такую, как в этот роковой день. Та ли? Та ли это Наташа? Та ли это девочка, которая еще год тому назад слушала мой роман и которая так веселая, так беспечно хохотала и шутила в тот вечер с отцом и со мною за ужином? Та ли это Наташа, которая там, в той комнате, наклонив головку и вся загоревшись румянцем, сказала мне «да». Раздался густой звук колокола, призывавшего к вечернюю. Она вздрогнула, старушка перекрестилась. «Ты к вечернюю собиралась, Наташа, а вот уж и благовестят», сказала она. «Сходи, Наташенька, сходи, помолись». Благо близко, да и прошлась бы заодно. «Что в заперти-то сидеть? Смотри, какая ты бледная, ровно сглазили». «Я, может быть, не пойду сегодня», – проговорила Наташа медленно и тихо, почти шепотом. «Я нездорова», – прибавила она и побледнела, как полотно. «Лучше пойти, Наташа, ведь ты ж хотела, давеча, и шляпку вот принесла. Помолись, Наташенька, помолись, чтобы Бог тебе здоровья послал», – уговаривала Анна Андреевна, робко смотря на дочь, как будто боялась ее. «Ну да, сходи, а к тому же пройдешься», – прибавил старик, тоже с беспокойством всматриваясь в лицо дочки. «Мать правду говорит, вот Ваня тебя и проводит». Мне показалось, что горькая усмешка промелькнула на губах Наташи. Она подошла к фортепиано, взяла шляпку и надела ее. Руки ее дрожали. Все движения ее были как будто бессознательны. Точно она не понимала, что делала. Отец и мать пристально в нее всматривались. «Прощайте», – чуть слышно проговорила Анна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова